Продолжение следует... Совершенно неожиданный поворот. Но мы читали раньше о том, как в Самарии, в столице Израиля, царит несправедливость, к бедным относятся очень жестоко, угнетают их, есть какие-то языческие культы. Читали, закончили на этом в прошлый раз обличение женщин, знатных дам Самарии, которые своих мужей гоняют за выпивкой и все такое прочее. В общем-то, сатирическая картинка. И вдруг появляется новая, достаточно неожиданная тема – религия. Но религия – это же хорошо, тем более вера в единого Бога. Там уже упоминалось святилище в Байтеле, в Вифиле, как в синодальном переводе переводится этот город, место, где остановился патриарх Иаков во время своих странствий, где ему было видение. Соответственно, в более поздние времена там возникло святилище. Вообще-то, не должно было возникнуть, потому что Иерусалим должен был быть единственным центром поклонения Богу. Ну, мало ли, ну, нарушение, ну, не все по уставу, кое-что по обиходу, как сегодня у православных принято говорить. В общем, казалось бы, ничего страшного. Уж совершенно точно это не предмет какого-то обличения. Или это мы так думаем? Что скажет пророк Амос? «Идите в Байтель, там грешить, в Гилгал, преступления множить». Байтель и Гилгал, вот эти два священных центра, были и другие. И он призывает их, да, вот, видимо, так, как призывали, ну, в общем-то, израильтян, какие-то их священники или какие-то вожди народа, их старейшины. «Идите туда, идите, приносите жертву» и все прочее. И Амос как будто их пародирует. «Идите в Байтель, грешить, в Гилгал множить преступления». Что же это значит? А как же это можно идти в паломничество для того, чтобы грешить? То есть, даже если, допустим, не очень правильно выбрано место паломничества, но все равно они же идут поклоняться Богу, не богам языческим, хананейским, а единому Богу. Как это бывает? И он разъясняет это. Причем говорит очень жестко от имени Бога. «Хоть каждое утро приносите свои жертвы, хоть раз в три дня, десятины, приносите квасное в благодарственные жертвы, повсюду кричите о дарах добровольных. Вы же любите это, сыны Израиля, пророчество владыки Господа». То есть, смотрите, он призывает их, формально призывает, иронически, сатирически призывает, да хоть каждое утро жертву приносите. Раз в три дня, десятины. Десятину приносят, естественно, по мере накопления дохода. Ну, как сегодня налог платится, НДФЛ с доходов физических лиц, тогда был налог 10%. Но понятно, что не каждый день бегали приносить вот урожай. Собрали, десятину отнесли в храм, да, раз в год. Потом собрали, допустим, виноград, тоже десятину отнесли. Потом там смоква и что-нибудь еще. Ну, несколько раз в год могли это делать. Хоть раз в три дня, пожалуйста, хоть пылинки все считайте, какие у вас дома есть, и отделяйте десятины. То, что потом в Новом Завете фарисеи будут делать с большим энтузиазмом, с ароматических и приправ, всевозможных страв будут приносить десятины. Квасное, благодарственные жертвы квасное, то есть с закваской, с дрожжами, как бы мы сегодня сказали. И, конечно, этого не нужно было делать. Но, опять-таки, что за великое преступление приносить? Ну, не совсем такой хлеб, как надо. Ну, не пресный, а квасной. Но это же, казалось бы, не очень большое нарушение. Почему же он так резко об этом говорит? И вот его вывод – вы же любите это, сына Израиля. То есть, очевидно, обличается не просто, ну, какое-то излишнее усердие в религии, которое всегда бывает. Всегда вот фарисейство – это когда человек с каким-то огромным энтузиазмом относится к исполнению внешних правил, но забывает о внутренней сути, да? Ну, вот это обычно называют фарисейством. Но здесь еще и подчеркивается – это религия, которую вы сами себе придумали. Вы построили святилище в Гилгале, я не просил, в Вифиле, я не просил. Вы приносите мне жертвы, которых я не устанавливал, говорит Господь. Квасное, благодарственную жертву. Вы приносите мне десятину, ну, хоть каждые три дня, потому что вам это нравится. Вот отличие, собственно говоря, подлинного богопочитания, когда человек делает то, чего от него ждет Господь, от религии по собственному образцу, когда человек выдумывает религию такую, которая ему подходит, которая ему нравится, которая ему удобна. Она может быть не религией вседозволенности, там, пожалуйста, развлекайтесь, как хотите, все можно. Нет, она может быть строгой каждые три дня десятины. Но эта религия все равно выдуманная человеком, религия, которую он сам себе установил и исполняет, рьян и других заставляет. И вот пророки библейские, может быть, первые люди в мировой истории, которые об этом заговорили. Моисеев закон дает образец, как надо делать. А пророки, те, кто приходят и говорят, а вот если вы придумываете все себе сами и создаете религию по своему вкусу, то Богу это не нужно абсолютно. Более того, он говорит, Бог дальше здесь, что он очень строго наказывает, очень строго. «А я сделал так, что во всех ваших городах нечего вам положить на зуб, нет хлеба во всех ваших селениях, но все же вы не обратились ко мне, пророчество Господа. А еще я не давал вам дождя даже за три месяца до жатвы. Рошал дождем один город, а другой не рошал. Поливал одно поле, а другое засыхало бесполиво. Жители двух городов приходили в третий, чтобы напиться воды, но им не хватало. И все же вы не обратились ко мне, пророчество Господа. «Я тлёй и плесенью много раз поражал множество ваших садов и виноградники, ваши смоковницы и оливы объелы саранча, но все же вы не обратились ко мне, пророчество Господа. Я наслал на вас мор, как в Египте, убивал ваших юношей мечом, а ваших коней угоняли в плен. Я заставлял вас нюхать смрад от ваших шатров, но все же вы не обратились ко мне, пророчество Господа». Смотрите, здесь идет это все по нарастающей, да. Ну, дождя не было даже за три месяца до жатвы. Плохо, конечно, да. Одно поле полил, другое не полил, а потом уже жители двух городов идут в третий и не находят там воды. И летает саранча, всевозможные болезни. Потом, наконец, иноплеменные нашествия, когда мечом поражают, угоняют людей. То есть развивается катастрофа по нарастающей, просто от неурожая к уже полному разгрому и рефренам. «Но все же вы не обратились ко мне». Вот люди часто спрашивают, зачем Бог наказывает? Ну, что, ему жалко, что ли, что человек, может быть, не все делает правильно? Ну, любой человек грешит. Зачем же за это наказывать? Ну, что, Бог – злая воспиталка в детском саду, которая всех в угол ставит и лишает сладкого? Ну, нет, конечно. Вот здесь как раз очень хорошо показан смысл этих наказаний. Вы, люди, выдумываете себе религию по своему образцу. Вы делаете то, что вам нравится. Называете это служением Богу. «А я делаю так, – говорит Господь, – что вам от этого лучше не становится, вам становится плохо. Но вы ко мне не обращаетесь». То есть единственное, что он хочет в этой ситуации, чтобы люди обратились к нему, чтобы они восстановили утраченную связь с ним. И бедствие – это всего лишь повод задуматься о том, как работает эта их доморощенная самодельная религия. И что с ней делать дальше? Может быть, обратиться к Богу? «Я сел гибель среди вас, как Бог Содома Гоморру погубил. Вы были как головня, выхваченные из огня, но все же вы не обратились ко мне пророчеству Господа». А здесь уже кульминация Содома Гоморра. Напомню, два города, которые в книге «Бытия» Господь полностью уничтожил, выведя оттуда праведника Лотос с его семейством. Но это уже предел нечестия. Это уже, как сегодня говорят, «Гитлер, Гитлер, Гитлер». Так в Ветхом Завете говорили Содома Гоморра. Хуже ничего уже не бывает. И при этом головня, выхваченная из огня, Содома Гоморра сгорели полностью. И когда пророки будут обличать Израиль, они будут постоянно подчеркивать эту тему остатка. Головня – это то, что не сгорело, обгорело, да, пострадало, да, но осталось. И вот народ все время попадает в эту ситуацию, где он обгорает, но не сгорает до конца. За это, за то, что вы не обратились, вот что сделаю Израиль с тобой. Вот как за это с тобой поступлю. Приготовься, Израиль, встретить Бога твоего. То есть, смотрите, люди старательно прячутся за этой самодельной религией от Бога Живого. Он обращается к ним через эти бедствия, через эти неприятности в их жизни, иногда очень серьезные, чтобы их обратить к себе. Но если они не выходят ему навстречу, он сам придет к ним. Приготовься, Израиль, встретить Бога твоего. Вот Он, кто созидает горы, кто творит ветер, объявляет людям помыслы их, зарю превращает во тьму и ступает по высотам земным. Его имя – Господь, Бог воинств. Конечно, это такое торжественное провозглашение, как приходит царь, и глашатый перед ним возглашает. Вот идет царь царей, покоривший все народы, построивший города, завоевавший окрестные страны и так далее. И вот это совершенно другая картина. Вот, собственно, два образа религии, два образа веры. Вера, которая заключается в том, чтобы делать то, что ты любишь, то, что тебе нравится. И вера, которая заключается в том, чтобы с трепетом встречать Бога, создавшего мироздания, и понимать всю разницу масштаба. И дальше уже не остается этого, любишь ты, не любишь, хочешь ты, не хочешь, ты можешь только его встретить. И вот в начале пятой главы, прочитаем немножечко, продолжается эта тема. И Господь приходит к своему народу, и что Он ему говорит? «Выслушайте это слово, плач, который я слагаю, а вас, дом Израилев, упала и не поднимется дева Израиля, осталась одна в своей земле, некому поднять ее. Так говорит Владыка Господь, в городе, что выступал с тысячей, останется сотня, в городе, что выступал с сотней, останется десяток, и так во всем доме Израилева». Ну, все-таки останется, да, вот эта тема остатка, как небольшого количества людей, но важно не количество, важно то, что они сохраняют эту веру, как головня, это все-таки остаток от какой-то вот древесины, остаток от чего-то хорошего. «Ибо так говорит Владыка Господь, дому Израилеву, взыскуйте меня, и будете живы. В Байтель не ищите, в Гилгал не ходите, в Байаршеву не шествуйте, будет Гилгал догола оголен. Байтелю беда будет, ищите Господа, и будете живы». Здесь я постарался передать вот эту игру слов в оригинале, Байтель и Байаршева, они звучат похоже на те еврейские слова, и в переводе «в Байаршеву не шествуйте, будет Гилгал догола оголен, Байтелю беда будет». Так примерно и в оригинале. И принцип становится очень понятен. Люди ходят в эти святые места, где они сами по себе построили святилища, где они приносят угодно им жертвы, а Господь говорит «ищите меня, взыскуйте меня, ищите». И вот о том, как искать Господа, на самом деле, большинство пророческих книг. Искать – это значит не считать, что ты уже его имеешь, ты им располагаешь, ты им пользуешься, но ты находишься в постоянном поиске. Вот пророки о том, как людям с этим поиском жить. Субтитры создавал DimaTorzok